Расстояние не имеет значения. Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копеин с нами сегодня. На прямой связи из США и на вопросы наших радиослушателей сегодня согласился ответить сын первого секретаря ЦК КПСС Никита Крущева, профессор Института международных исследований Томаса Уотсона университета Брауна Сергей Хрущев. Сергей Никитич, здравствуйте. Да, отставной профессор, скажем так точнее, но профессор всегда сохраняется звание. Как и у офицеров, у профессоров бывших не бывает, правильно? Да, да, это точно. Сергей Никитич, ну вот период правления Никиты Хрущева принято считать оттепелью или началом теплой весны, как еще некоторые говорят. Количество репрессий снизилось, тысячи заключенных из сталинских лагерей вышли на свободу. И в покорении космоса в СССР также там достиг успеха. Исчезла вообще эта жесткая цензура на культуру, на искусство. И по мнению некоторых людей, ну были, конечно, у Никиты Сергеевича неэффективные, неудачные решения, как некоторые считают, в сфере, например, сельского хозяйства. Но вот насколько объективно советским народам, на ваш взгляд, была оценена фигура Никиты Хрущева? Я думаю, что, во-первых, когда мы говорим о том, что случился на Хрущеву, главное, это была экономическая реформа. То, что вы сейчас говорили, неэффективные в сельском хозяйстве. Он пытался децентрализировать советскую экономику. И если бы его последователи пошли по этому пути, то у нас была бы экономика поэффективнее, чем в Китае. Но это отдельный разговор. Я написал на эту тему книгу. А что меня спросили? Ну, как на ваш взгляд, насколько объективно народ, да, обществом была оценена фигура Никиты Хрущева? Ну, понимаете, во-первых, народ не должен оценивать фигуру своего лидера. Потому что обычно народ в любой стране сначала лидера приветствует, потом он лидера проклинает. А оценивать его начинают историки уже по стечении какого-то времени. Хрущеву не повезло, потому что вслед за ним пришел Брежнев, который сверх Хрущева. И за это стал его ненавидеть, такой мягкий человек. А потом в следующем правлении доминировали сталинисты. А его много доминирует и сейчас. И для них тоже Хрущев – это красная тряпка. Ну, вот к моему, так сказать, как скажем, может быть, неудовольствию. И, в общем, хорошо, что сейчас в России начинают пересматривать отношения Хрущева. И он перестает быть таким, как бы, клоуном и еще кем-то непонятно кем. А попытаются оценить. Но, к сожалению, и историки, и люди настолько сейчас в России неверстны в отношении истории, что говорить о каких-то серьезных еще оценках очень рано. Ну, вот вы упомянули Сталина. И сегодня, наблюдая за процессами, наблюдая за тем, как воспринимается эта фигура на постсоветском пространстве, вот видны тенденции такого возвращения к тому, что Сталин был, говоря современным языком, эффективным менеджером. Вот как вы оцениваете вот эти процессы, которые сейчас наблюдаются и в обществе, и в экспертном сообществе тоже это можно видеть? Я оцениваю это с большим сожалением. Конечно, мерзавцев и убийц общество почему-то всегда любит больше, чем людей, так сказать, реформ. Это и Гитлеру относится, о котором масса телевизионных передачи к Сталину, к Наполеону. Сейчас в России власти, которые, так сказать, вышли из недр КГБ, и они, конечно, хотят туда, так сказать, как-то легализовать людей, близких к ним по духу. Поэтому сейчас считается, что и Берия – менеджер успешный, и Сталин – успешный менеджер. Хотя я считаю, что Сталин был очень неэффективным менеджером. Он все делал с максимальными затратами. То есть он производил какие-то, так сказать, реформы, которые шли на пользу государству. Но их можно было сделать значительно более такими цивилизованными методами. Ну а как вы считаете, вот эта жесткость, например, когда сохранившиеся книги о царской семье, необоснованные доносы, опоздание на 15 минут на работу, собирание в поле колосков для голодающей семьи – это было поводом для заключения в лагеря? И вот эта сталинская жесткость, ее не было в Хрущеве по отношению к народам, как вам кажется? Люди все же хотели видеть в нем сильного и, может, даже отчасти жесткого диктатора? Понимаете, Сталин устроил полицейское государство. Он управлял, так сказать, страной через НКВД, потом это было МГБ, МКБ, МГБ. И этой вертикали власти подчиняли все остальные руководители – и партийные, и государственные. Хрущев попытался реорганизовать страну по нормальной бюрократической схеме, так сказать, от правительства через губернаторов, или тогда это называли сами секторами обкомов. Что, конечно, более разумно, потому что любой, даже самый хороший полицейский, он только полицейский, а губернатор, он должен иметь опыт и руководство территориями, и в Советском Союзе знать промышленность, знать сельское хозяйство, чего эти люди не знали. Поэтому там шло всё дело через аресты, через запугивание. Когда мы говорим, насколько должен быть жёсткий лидер, понимаете, это зависит от страны. Конечно, вот Никита Сергеевич говорил, что у нас в России рабская психология, мы хотим, чтобы у нас был жёсткий лидер с плёткой. Но из этого ничего хорошего никогда не получается. Всегда, в конце концов, мы приходим к тому, что этот жёсткий лидер заводит страну в тупик. Поэтому, я думаю, то, что делал Хрущёв, и то, что он сделал, и то, что он бесповоротно развернул Советский Союз и Россию в другом направлении, это очень важно. Мы начали, вот при Хрущёве, первый шаг к демократии. Мы продолжаем двигаться в этом направлении медленно, со всякими поворотами, с запинками, но движемся. Сейчас в России больше демократии, чем было при Сталине, даже чем было при Хрущёве. Я говорю уже про царей. Вот Сергей задаёт вам вопрос через Facebook. Доклад вашего отца на 20-м съезде КПСС. Попытка получить индульгенцию или покаяние? Я бы сказал, если коротко, покаяние. Хрущёв верил, что мы строим коммунизм. Коммунизм – это, как он говорил, рай на земле. И нельзя строить рай, окружённый колючей проволокой. Он считал, что нужно покаяться во всех своих грехах. Дальше народ решит, что делать. И нужно стране двигаться дальше. И сделать всё, чтобы избежать возможности возвращения к такой диктатуре. К счастью, мы этого пока избежали. У нас Ельцин пытался установить какую-то диктатуру, но в связи с пьяным характером его власти, там никакой диктатуры не получилось. – Вы были свидетелями тех процессов, когда Ваш отец после смерти Сталина получил власть в Советском Союзе, и когда он принял решение выступать с докладом на 20-м съезде, развенчивая культ личности. Какие настроения были в Вашей семье в те периоды? – Помните эти моменты? – Я помню эти моменты. Я сразу скажу, мы ничего не знали. В нашей семье, так же во всех других семьях того времени, не принято было в семье обсуждать вот такие политические и подобные вопросы. Тем более, что руководитель Советского государства в первую очередь был менеджером. И Хрущева в первую очередь интересовали вопросы, которые обсуждал повышение производительности в сельском хозяйстве, улучшение структуры управления промышленностью. Вот это он говорил все время. А на остальные вопросы были наложены табу. И о том, что он выступил на 20-м съезде, это не отчетный доклад, это отдельные выступления, которые он добивался компромиссом с консерваторами. И в конце концов договорились, что выступать будут после закрытия съезда. То есть это уже было выступление, так сказать, после съезда. Так как, я думаю, что все они, особенно консерваторы, боялись, что если это прозвучит до съезда, то могут быть какие-то неожиданности на выборах нового центрального комитета. Но вы к тому моменту знали о том, что происходило в сталинских лагерях? Вообще, насколько эта тема, может быть, среди элиты была известна? Вот к тому моменту, когда, в общем-то... Эта тема не была известна никому. Я узнал об этом, так же, как и все, после этого доклада, когда пришел отец, я ему сказал, вот доклад, да, вот то. Он сказал, хочешь почитать? И сунул мне вот эту маленькую красную, так сказать, книжечную зажитцу, которую потом зачитывали на всех партийных комсомольских собраниях и всему советскому активу, разослали другим сторонам. Правда, до этого я прочитал также своего разрешения обвинительное заключение по делу Берия. И в том или другом случае я пришел в ужас. Я говорил, что нужно что-то делать, если эти людей требуется наказать. И когда в то время они стали всех наказывать, как-то, так сказать, это спустили, я прибежал к отцу и говорю, ну как же, вот это же люди, они убивали, они избивали людей. Я говорю, ты понимаешь, сколько людей было во всем этом вовлечено. И если мы сегодня начнем опять такими же методами навалить порядок, может быть, это будет еще больше крови, чем при Сталине. Наверное, проще, так сказать, вернее, легче или правильнее наказать особенно, так сказать, отличившихся, скажем так. А остальных не то чтобы простить, но забыть. И действительно, так сказать, судили и арестовали, расстреляли Берия у ближайших заместителей, каких-то наиболее одиозных следователей. И на этом преследования закончились. Наверное, час, как я дам, мне уже за 80, я понимаю, что это правильно. Вот кто-то считает, что Хрущев перестал устраивать свое окружение, и его власть не удержалась по причине того, что он был импульсивным и вспыльчивым. Вот он действительно был таким человеком? Нет, он не был вспыльчивым. Он был человеком эмоциональным. Он любил выступать без бумажки. Но все свои решения он принимал после долгого обдумывания и обсуждения. Отстранили его от власти не потому, что он был импульсивным и вспыльчивым, а потому что он подготовил новую реформу. И в этой реформе была новая конституция, которая в том числе наравне с выбором ни из одного кандидата, всякими другими отчетностью правительства перед парламентом, она вводила сроки нахождения на высоких постах, как в Америке. Два раза по пять лет. И руководители, которые стояли у власти, они тогда говорили, ну да, ему хорошо, ему уже 70, он вроде бы помрет. А нам что? Нам потом уходить от власти? И перед тем, как вводить эту конституцию, Хручев сказал, что я вот введу конституцию, потом я проведу реформу, которую мы подготовили, передать основную экономическую власть директорам, лишить власти райкома партии, вообще перевести управление экономическими специалистами. А после этого я уйду, так сказать, потому что уже прошло достаточно много времени, где-то в 65-66 году. А на следующем пленуме в ноябре должны были обсуждать эту конституцию. И кроме того, Хручев, ну в общем, совершил ошибку, он сказал, что мы должны обновить высшее руководство, нужно приводить к власти молодых. Ну куда мы? Нам уже мне 70, а вам всем по 60. Должны прийти к власти 40-летние. И тогда это высшее руководство решило, что либо мы, либо он. Либо мы его уберем до ноября, либо он нас уберет. Кроме того, Хручев обережал страну, он был очень недоволен неэффективностью работы обкомов. И вообще уже он разделил обкомы. Они подчинились санархозам, чего не надо, такие Советы Народного Хозяйства, которые были над областями, а обкомы были разделены на два. И более 50% секретарей обкомов были уволены от власти. Но они оставались членами ЦК, которые выбирали, так сказать, высшее руководство. И эти люди тоже понимали, что на следующем съезде у них нет будущего. И либо они уберут Хручева до следующего съезда, либо Хручев избавится от них. Вот наступило такое единение между высшим руководством и такой средней бюрократией, и решили Хручева убрать. Собрали плену. Кстати, делалось это первый раз совершенно законно, формально. И сначала президиум ЦК, а потом плену проголосовал за отстранение Хручева от власти. Я все это подробно описал. У меня есть данная книга. Она называется «Реформатор». Сейчас это вышло вторым изданием издательства «Вече», «Тритомовый реформатор», «Хручев, творец отцепелей» и «Хручев до заката власти». Там все это подробно описано. Почитайте. По-моему, интересно. Вот, кстати, недавно достаточно громко прозвучал фильм, сатирический фильм «Смерть Сталина», где показывали, как действовало себя ближайшее окружение уже скончавшегося главы Советского Союза. И многие его не приняли, в России его показ запретили. Но, тем не менее, есть такие мнения, что он как раз в такой сатирической, гротескной форме показал, что, собственно, происходили и как чувствовали себя люди, когда Сталин умер. Вот насколько, на ваш взгляд, это такая, если не объективная, то близкая к реальности попытка показать вот эти события через сатирку? Это британский фильм. Это британский юмор о ком-то еще. Неважно, кто это, латыши, русские или еще. Конечно, они ничего не понимают в этом деле. Когда они делают сатирические фильмы о себе, о Черчилле, они делают это с понятиями. Я люблю британский юмор. А это не сатира, а некоторое, так сказать, такое политическое издевательство над другой страной. Это неуважение к этой стране. Я считаю, что правильно в России его запретили. Тем более, что там написано «Масса глупостей». Я его не читал, но посмотрел. Там везде бегает этот самый Жуков, который выглядит тоже довольно странно. Когда Жуков в то время был командующим уральским военным округом. Его в Москве близко не было. Поэтому можно выдумать все, что угодно. Про латышей, про русских. Но лучше, когда эту сатиру сочиняют люди о себе. Тогда они понимают, что он не делает. А это такой же фильм, как в советское время сочиняли сатиру на американцев. Американцы глупые, ничего не понимают. И вообще, так сказать, во главе стоит толстый или худой дядя Сэм в своем этом самом компаке. Я считаю, что все эти вещи, конечно, можно смотреть. Но мы и так сейчас люди невежественные в собственной истории. А это еще более подогревает это невежество. Когда историю писут люди, которые совершенно ничего не понимают вроде этого резона Суворова, который, так сказать, зарабатывает деньги, так сказать, в угоду каким-то политическим силам, так сказать. Он умеет врать. Но он же врет. И здесь врут. Но я ничего не могу сказать, так сказать. В конце концов, Лебесея – это государственная компания Великобритании. И она делает это, исходя из своих национальных интересов. Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. А потом вернемся и продолжим наш разговор. Сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев с нами на прямой связи из США. Оставайтесь с нами. В следующей части начнем принимать ваши звонки. Добрый вечер. В эфире программа «Абонент доступен». И сегодня с нами на удаленной связи по скайпу из Соединенных Штатов Америки советский и американский ученый, разработчик проектов крылатых и баллистических ракет, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, доктор технических наук и профессор Сергей Хрущев. Сергей Никитич, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас есть звонок, с него и начнем. Это часть программы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Лариса. Да, Лариса. Я хотела вот что спросить. Насколько Никита Сергеевич был подвержен влиянию, и насколько вот у него советники, они ему помогали или мешали? И был ли у него кто-то, на кого он мог полностью положиться? Ведь, наверное, после отставки он вам рассказывал об этом. Спасибо. Спасибо вам. Ну, понимаете, я опять вас отошлю к своей книге, которую я говорил в предыдущей, я там многое написал. Никита Сергеевич, естественно, поддавался влиянию. Никита Сергеевич, естественно, имел советников, но он использовал советников, так сказать, которых набирался идеи, а идеи он проводил в жизни свои собственные. Так сказать, он любил советоваться с учеными. Он создал при себе такой научный совет из самых ведущих, так сказать, академиков. И председатель этого совета сидел у него рядом в кабинете. Поэтому, когда появлялись какие-то сложные вопросы, он призывал его. Это был академик-математик, бывший председатель научного центра в Новосибирске. Сейчас я забыл его фамилию. Когда он проводил реформы, конечно, он полагался и на специалистов, на ученых. Если это были ракеты, то это он, ракетчики, которые имели прямой доступ. Если это была химия, то это был академик Семенов. Если это была металлургия, то он общался с Бардиным. Да, мы вас слушаем. У него были люди, которые проводили его реформы. Например, когда он решил децентрализовать экономику, то он создал комиссию из молодых экономистов, которые пытались выдать ему эти рекомендации. Но не только такие. Началась дискуссия во всех газетах. Он регулярно перечитывал ту дискуссию, которую он инициировал. Поэтому, чтобы у него был один какой-то советник, и он следовал его советам, и он отрабатывал чужие идеи – нет. Он был руководителем, который впитывал в себя самые разные идеи и пытался их сопоставить, переварить, а потом уже продвигать их к собственному идею. У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Большое спасибо за возможность задать вопрос. Два вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, на отставку Никиты Хрущева насколько повлиял новочеркасский расстрел, так называемый? И второй вопрос. Сначала я отвечу на первый вопрос, чтобы второй не забыть. А я не возражаю. Насколько повлияла трагедия в Новочеркасске? Да она, конечно, повлияла. Понимаете, в чем дело? Российская экономика была советская, централизованная, совершенно неестественная. И Хрущев пытался сделать, как он говорил, экономику так, чтобы производитель был материально заинтересован, то есть получал свою прибыль. А для этого требовалось, чтобы цены выстраивались прозрачно. То есть была такая тогда ценовая реформа предложена профессором Белкиным. Поэтому если вы производили, допустим, хлеб, то вы должны были продавать его, естественно, так, чтобы производитель был заинтересован. И продавец был заинтересован. Если вы продавали масло, то было масло заинтересовано. А Сталин создал систему, когда это все производилось, как говорилось, за палочки. И вот Хрущев с первого дня начал увеличивать закупочные цены, отменил часть налогов на это дело. И в 1962 году была первая попытка привести вот эту цены единого уровня, они назывались, так сказать, какому-то порядку. Были на 40-50% повышенные закупочные цены на масло, молоко, мясо. И одновременно попытались повысить цены розничные. Это вызвало бурную, отрицательную реакцию, о чём все помнят. А в Черкасске это вызвало даже вот забастовку. А потом начались демонстрации. Власть стала уходить из рук областных руководителей. И получилась эта трагедия. А как произошла стрельба, неизвестно. До сих пор известно, что никто её не давал приказа, никто не давал разрешения стрелять. Быстрее всего... Там же было даже засекречено достаточно долго. Было долго засекречено, потом было рассекречено, потом было проведено расследование военной прокуратуры, ещё чем-то. Я всё это читал. Это всё сейчас рассекречено. Вот выяснилось, что никто не приказывал. Моё личное предположение, что дело происходило так. В то время у нас не было тренированного спецназа, не было ОМОНа, не было ничего. И на то, чтобы сдерживать вот эту вот толпу, послали просто солдат из ближайших полков. Это 18-летние молодые люди. И на них наседала агрессивная толпа. Причём в толпе были естественные инициаторы. Естественно, были тоже люди не очень сбалансированные, которые кричали «Не бойтесь, ничего, они стрелять не будут, у них патроны холостые». И вдруг началась стрельба. Вдруг. Бу-бу-бу. Автоматы начали стрелять. Площадь была набита людьми. И так как я считаю, что относительно количества жертв было небольшое, то командирам удалось навести порядок, остановить эту стрельбу. Это была трагедия. Её переживал Хрущён. Переживали все. Но, к сожалению, вот это вот ведрение нормальных экономических отношений на этом сильно застопорилось, потому что уже произошла эта трагедия. И Хрущён вернулся опять к реформе уже с другой стороны только в 1964 году. Но ему провести эту реформу не удалось. И его отстранили о власти не из-за новочерковских событий, а из-за того, что он в первую очередь решил ввести новую конституцию, ввести ограничения сроку пребывания у власти, что испугало и у ближайших соратников, а также уменьшить власть обкомов партии. И он ещё, кроме всего прочего, обижая страну, признавая, так сказать, работу многих обкомов необъективными, нео-неэффективными, уволил более 50% обкомов, которые оставались членами ЦК, а члены ЦК выбирали высшее руководство. И они тоже стали перед дилеммой. Либо Хрущёв мы уберём сейчас, либо Хрущёв берёт нас после следующего съезда. Ну вот собрали плену и проголосовали, и убрали Хрущёв. Всё произошло легитимно. И это тоже достижение Хрущёва. Он говорил, что если бы я сделал только одно, что первое лицо можно отстранить от власти простыми выборами, без крови, а без щитов, что я жизнь прожил не зря. Ваш второй вопрос задавайте, пожалуйста. Да, второй вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему такая несправедливость в информационной подаче карибского кризиса? Ведь он и в том числе в Советском Союзе начинался со слов «Советский Союз на Кубе». Но ведь это же, насколько это известно из публичных источников, не было первым шагом. Первым шагом было то, что Америка в Турции разместила ракеты. Откуда вот эта информационная несправедливость, что ли, распространение информации именно с самого начала? Спасибо. Я думаю, она проистекает, во-первых, от полной безграмотности и невежества. Во-вторых, что мы сегодня в информационной политике, особенно, скажем, из кубинского кризиса, полностью придерживаемся американской версии. На самом деле размещение ракет на кубик к ракетам в Турции, а плюс еще были ракеты в Италии и Великобритании, отношения не имело. Просто когда во время Карибского кризиса Кастро заявил, что он официально присоединяется к Варшавскому пакту, создалась ситуация, когда Советский Союз, как сверхдержава, должен был защитить своего союзника, который теперь с ним оказался в одной лодке. И Грущев говорил, я не могу это сделать дипломатическими, они будут слушать Советы Безопасности, американцы. Я не могу это сделать обычными вооружениями. Если я даже пошлю 100 тысяч человек на Кубу, американцы контролируют коммуникацию, и они там просто, так сказать, будут голодать, и, в конце концов, дадутся. Нужно сделать что-то экстравиденальное и показать американцам, что серьезно, мы серьезно не нападайте на Кубу. Американцы сигнал приняли, начались переговоры с Кеннеди, и в результате этих переговоров в течение нескольких дней договорились. Да, это не то, что хотела бы и та, и другая сторона, но всех устраивает. Американцы обязуются оставить Кубу в покое, не нападать на нее, не вторгаться, а Россия, Советский Союз в ответ выведет свои ракеты с Кубы. Постановка ракет в Турции и в других странах близко границы была связана с тем, что в то время еще не были разработаны межконтинентальные ракеты. Поэтому американцы поставили свои ракеты «Юпитер» в Турции, а ракеты «Тор» такого же типа в Италии и Великобритании. Но в 1962 году уже мы начали ставить ракеты Михаила Кузьмича Янгеля «Р-16», которые достигали территории Соединенных Штатов. И американцы начали размещение ракет имени «Мин-1». И это делало размещение ракет как на Кубе, так и в Турции и других странах совершенно неэффективным, потому что когда вы их размещаете близко границы, их легче уничтожить. Они более доступны вашему противнику, чем, допустим, ракеты, которые стоят под Калининами или под Омском. Так же, как ракеты, которые стоят на американской территории. И их неизбежно должны были оттуда вывезти, потому что, как и все прочее, были ракеты первого поколения. Они почти не летали. Я помню, на одной из лекций ко мне подошел старый «Четтерн» тут в Америке. И сказал, вы знаете, я вот генерал, я командовал американской базой ракетной, так сказать. Могу сказать, что наши ракеты летали очень плохо. Я говорю, вы знаете, я разрабатывал первые ракеты, наши летали тоже очень плохо. Это было первое поколение. Так же, как самолеты братьев Райт. Так что мы следуем определенное клише, которое строят американцы. А американцы строят это клише, исходя из своих собственных пониманий того, что происходило в мире. Так как они давлеют на информационном пространстве, то в любом случае они делают так. Мы победили. Мы на Кубе победили. Мы не сказали, что мы не нападем на Кубу, и поэтому Советский Союз выбил свои войска с Кубы. Нет. Мы надавили на Хрущеву, показали ему железный кулак. А на самом деле он поставил туда ракеты, потому что хотел изменить баланс сил или хотел проникнуть в Южную Америку. Масса другой всякой глупости. Сергей Никитич, вы были свидетелем того, когда в 54-м Никита Хрущев принял решение отдать полуостров Крым Украине. Вы, насколько мне известно, считаете этот поступок правильным, так как была тогда такая техническая необходимость. Но, с другой стороны, и присоединение Крыма к России сейчас вы тоже поддержали. Понимаете, в чем дело? О том, что Крым нужно передавать под юрисдикцию Киева, писали еще Госплан Сталину. Потому что, когда стали создавать Ковховскую гидроэлектростанцию, решили строить северокрымские и южноукраинские каналы, Госплан писал, что строить каналы по территории двух республик тяжело. А так как географически Крым находится ближе к Украине, то целесообразно его подчинить Киеву. Хрущев после войны находился в Киеве. Сталин ему поручил восстанавливать Крым. Он восстанавливал Крым и особенно Севастополь. И он тоже понимал, как тяжело было общаться с Госпланом РСФСР, который, кстати, поддерживал эту передачу. Ему этот Крым был абсолютно не нужен. В 1953 году он поехал отдыхать в Крым. Он увидел, что там очень запущенное хозяйство, нет ничего в магазинах, разбитые дороги, все. Он сменился для обкома и сказал, ну мы должны найти, кто берется навести порядок, так сказать. Украинцы сказали мы. Ну и он согласился с этим. То есть это было в то время, когда было единое государство, это было все правильно. Потом, когда Ельцин разрушил единое пространство, Крымчане не хотели жить в Украине. Но было тоже принято одно из немногих правильных решений о том, что сохраняются те границы, которые были на момент развала Советского Союза. Это граница между Россией и Латвией, Эстонией, Украиной. И несмотря на все обращения, так сказать, Москва не проявляла никакой инициативы, чтобы попытаться изменить эти границы. Но когда был совершен государственный переворот в Киеве, а совершали его американцы, начались, так сказать, вот эти вот волнения. И крымчане проголосовали, провели референдум, на что они имели такое же право, как и латыши в 1991 году, и эстонцы, и сами украинцы. С одной стороны, никакого права не имели, а с другой стороны, так сказать, они выразили свое желание, и латыши теперь живут в независимой Латвии, эстонцы живут в независимой Эстонии, а крымчане решили отъединиться от Украины и подсоединиться к России. Я уважаю их выборы, так же, как и ваш выбор. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы также можете звонить нам и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. У нас на прямой связи из США сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев. Ну, кстати, еще один вопрос из интернета. Голодомор на Украине. Как вы относитесь, как вы можете прокомментировать это событие? — Это ужасно. — Кто виноват там был? — Как можно относиться, когда люди умирают от голода? Когда умирают от голода из-за того, что разрушили восстанавливающееся сельское хозяйство, отобрали все у людей, выслали эффективных хозяев, которых называли кулаками, куда-то на смерть и обрекли на смерть людей. И на Украине, и в Поволжье, и везде. Это ужасно. Это преступление, которое не прощается. Это не было, как сейчас пытаются объяснить украинцы, направлено против украинской нации. Это было, так сказать, преступление против всех жителей Советского Союза. Это и против украинцев, и против молдаван, и против населяющих, людей, населяющих по Волжье. Так же, как и Голдомор, 47-го года, когда Сталин отобрал хлеб весь и наступил голод на Украине, так же, как голод наступил тогда, и опять же, в той же самой Молдавии. Никита Сергеевич рассказывал, секретарь обкома в Одессе, Кириченко, говорит, «Я вот заехал, так сказать, в одно село, зашел в хату, а там сумасшедшая тетка сидит, уже с ума сошла от голода, и приговаривает, так сказать, сидя над этим большим таким котелком, «Ну вот, Ванечку вчера съели, сегодня Ванечку съедим». Ну, что, что я могу сказать? Да, у нас есть звонок, Сергей Никитич, радиослушатель на линии. Здравствуйте. Добрый день. Я, конечно, могу путать, но из истории знаю, что Сталин сделал это после того, как ему Запад выдвинул условия. Не золото, только хлеб. То есть, Запад всегда пытался развалить Россию, если это нельзя сделать извне, то это надо сделать изнутри. И это был просчитанный ход. Сталин понимал, что нужна индустриализация, что будет война. И без там станков, тепловозов он не сможет эту войну выиграть. Какой у вас вопрос? Извините, просто очень мало времени остается. Вопрос о том, что все-таки это, наверное, не вина, скажем, конечно, это вина гибель людей, смерть людей. Это вина Сталина. Но к этому его подтолкнули. И не было другого. Вы знаете, во-первых, никакого ультиматума никакой Запад не выставлял насчет хлеба и ничего. Никакого. Платили золотом за машины, продавали картины, еще чего-то. Никаких не было ультиматума. А просто наступило, так сказать, очередной экономической такой период кризиса, когда Сталин, как вы правильно сказали, решил обобрать крестьян для индустриализации. Кстати, очень неэффективно проведено индустриализацией, так сказать, и повысил налоги, понизил цены, образовались ножницы, и производство товаров сельского хозяйства стало невыгодным крестьянину в то время, до коллективизации. И появилось ограничение, появились кризисные явления, можно было принимать решения так, чтобы преобразовать это, сделать это все выгодным. Сталин же решил, все повернуть полицейским образом, так сказать, отобрать все, отобрать весь хлеб, сделать производство неэффективным. Это образовал голод, потому что люди, которые умели работать, оттуда ушли, и это образовал тот кризис, с которым мы с трудом справились через 40 лет в сельском хозяйстве, которое у нас в этой стране было все время неэффективно, все время всего не хватало. А тогда вполне можно было разрешить этот кризис каким-то более цивилизованным способом. Поэтому Сталина никто не подталкивал, кроме его людоедского характера. Спасибо вам большое, Сергей Никите, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Это была программа «Абонент доступен». У нас на прямой связи был сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев. Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...